Здравствуйте, дорогие мои подписчики, друзья и гости моего канала, цветоводы и любители клематисоводы. Я всех приветствую и хочу вам показать цветение моих клематисов, которое началось уже недели-две, как наверное. Ну и вот клематис Кайзер, например. Вот такой вот он наш красавчик Кайзер. Значит, он распускается сразу махровыми цветами. Если у многого количества клематисов обычно они махровыми становятся только на 4-5 год, то Кайзер нет, он распускается сразу же махровыми цветами. Сорт очень компактный, сила роста у него не особо большая. Значит, он может, ну вот всеми цветами идет снизу, посмотрите, еще вот и сбоку сюда пошло цветение. И уже новые ветки, которая уже новая молодая лоза пошла, она уже чуть выше. Значит, с прошлого года, вот там где цветы, это мы обрезали так вот на такую высоту, полтора метра где-то, ну может быть метр двадцать. А вот выше уже молодая лоза пошла, уже там будут молодые цветы, ну я думаю, что летом. Сейчас это еще как бы весеннее цветение идет. Вот, посмотрите, я понизу вам покажу. И здесь с этой стороны тоже. Видите, что цветение начинается с самого низу. Вот, но не могу понять почему-то цветки такие не особо яркие. Почему, даже не знаю. Обычно он такой яркий, сочный. Ну, видимо, из-за того, что, знаете, не было у нас дождей особо. Вот, поэтому немножко может быть суховато. Но и поливать слишком сильно мы его боимся, потому что, чтобы не заболел никакими болячками. Потому что умеренно должен быть полив. Вот, посмотрите. С самого низу, видите, какие цветы. Вот. Обычно он малинового цвета. Размер цветка достигает до пятнадцати сантиметров. Но вот, когда слишком обильное цветение, когда много цветов, они могут быть и мельче, и десять сантиметров. Ну, зато какие красавчики. А вот здесь, вот, видите, немножко тенек попадает. Так, здесь даже срединка зеленая, какая-то зеленоватая. И цветок светлый. Как будто похож даже на кристальный фонтан сорт. Вот такой вот японский наш сортик. Очень красивый. И он очень хорошо подходит еще для кадок. Вот в кадках тоже будет на верандах где-то посадить. Очень нарядно. Из-за своей вот этой вот компактности, что он очень такой, не сильно рослый, скажем. Поэтому для кадок хорошо подойдет. Ну, конечно, если кадку на улице оставлять, то нужно ее укрывать будет. Или же заносить куда-то в погреб, в подвал, чтобы не замерз. Вот такой вот он наш красавчик. Цветет тоже дважды за сезон. Летом единичные цветки. Может подниматься до двух метров. И там цветами тоже зацветать. Но, в общем-то, высота у него, конечно, такая умеренная, небольшая. К болезням относятся, ну, как и все остальные клематисы. Когда обрабатываем мы розы, тогда обрабатываем сразу же все. И клематисы. Ну, в общем, все растения, которые у нас есть, идут под одну обработку. Одними и теми же препаратами. Подкормки точно так же по сезону делаем. То есть, если ранней весной, то это кальцевая селитра. Если уже когда цветы идут, то это калевая селитра. А в конце августа уже идет суперфосфат для того, чтобы, ну, как бы хорошо перезимовала лоза у клематиса. Вот так. Ну, вроде бы, как бы я рассказала все. Вот так вот у нас такое красивое, богатое цветение. Всем желаю красивых посадок. Получайте удовольствие от своих посадок. Делайте новые посадки, чтобы это вам приносило радость. Ну, и, конечно, всем мирного неба над головой желаю. Здоровья, успехов и всего самого-самого наилучшего. Садите себе такую красоту и наслаждайтесь. Всем пока-пока. Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...